Сразу две железнодорожных аварии в Индии за прошедшие сутки. Количество жертв растёт. Во Франции предотвратили серию крупных терактов. Из-за угрозы могут отменить крупнейшую в Европе рождественскую ярмарку. Птичий грипп обнаружили уже в 11 землях Германии. Вирус продолжает распространяться. Криштиану Роналду покинул список самых завидных женихов в мире по объективным причинам. Вторая за сутки железнодорожная авария произошла в Индии. В понедельник рядом с городом Джанси в штате Утр-Продэш на севере страны по непонятной пока причине сошли с рельсов два вагона товарного состава. Это происшествие обошлось без пострадавших. Число жертв крушения пассажирского экспресса, произошедшего в воскресенье в этом же регионе, продолжает расти. Спасатели разрезают покорёженные вагоны в надежде найти выживших людей. К понедельнику власти сообщили о как минимум 133 погибших. Свыше 200 человек были ранены. 10-12 в критическом состоянии. У многих сломаны кости, на теле порезы. Мы доставили их в окрестные больницы. Наши медики работали ночь напролёт. Катастрофа произошла рано утром неподалёку от крупного города Канпур. Многие пассажиры ещё спали. С рельсов сошли 14 вагонов экспресса Индаур-Панта. По данным местных изданий, причиной могла стать трещина в рельсе. Министр путей сообщения Суреш Прабху пообещал провести тщательное расследование. Комиссия по безопасности на железных дорогах изучит обстоятельства и выяснит истинную причину аварии. Будет и независимое всестороннее расследование, в котором примут участие технические эксперты и криминалисты из компетентных органов. Виновные будут сурово наказаны. Эта авария стала крупнейшей в Индии за последние шесть лет. Железные дороги в стране построены ещё в колониальную эпоху. Ежедневно их используют около 23 миллионов человек. После каждого серьёзного происшествия власти обещают провести модернизацию ветхой системы. Во Франции полиция предотвратила теракт. В ходе спецоперации арестованы семеро подозреваемых – французы, марокканцы и афганцы. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв. «Антитеррористическая операция под руководством Главного управления по вопросам внутренней безопасности прошла в ночь субботы на воскресенье в Марселе и Страсбурге. Мы арестовали семь человек в возрасте от 29 до 37 лет – французского, марокканского и афганского происхождения». По словам министра, полиция раскрыла террористическую сеть, которая планировала ряд взрывов по всей стране. Двое подозреваемых были задержаны в Марселе, остальные пятеро – в Страсбурге, где в эту пятницу откроется старейшая в Европе и самая крупная рождественская ярмарка. На это мероприятие приезжают туристы из других европейских стран, в связи с чем в городе приняты повышенные меры безопасности. В 2000 году террористы также совершили попытку теракта в этом городе. Власти не исключают, что открытие ярмарки может быть отложено в связи с угрозой безопасности. Напомним, что после ноябрьских терактов в прошлом году во Франции продолжает действовать режим чрезвычайного положения. С начала года, по подозрению в террористической деятельности, службу безопасности страны задержали 418 человек. Птичий грипп обнаружили уже в 11 землях Германии. Вирус H5N8 продолжает распространяться по стране. Зафиксировано уже 300 случаев инфицирования диких и домашних птиц. Власти в земле Шлезвиг-Гольштейн планируют забить почти 9 тысяч гусей на двух фермах, где были обнаружены птицы с вирусом H5N8. На прошлой неделе уничтожили 30 тысяч кур после того, как на птицефабрике обнаружили вирус птичьего гриппа. По указанию Федерального министерства сельского хозяйства, с понедельника домашняя птица в нескольких землях Германии содержится в закрытых помещениях, чтобы исключить контакт с дикими птицами. По предписанию министерства, даже мелкие фермеры должны носить защитную одежду, дезинфицировать руки и обувь, а на фермах не должно быть посторонних лиц. Ранее это требование касалось только птицефабрик, на которых содержится более тысячи птиц. Во вторник Центральный кризисный комитет соберется на очередное заседание. Возможно, специалисты примут решение держать птицу закрытой на всей территории ФРГ. Вирус H5N8 считается безвредным для человека, но является серьезной угрозой для домашней птицы. Ряд государств уже ввели запрет на импорт немецкой птицы. Это серьезно ударит по немецким производителям, которые обычно увеличивают продажи перед рождественскими и новогодними праздниками. Приватизация автобанов в Германии пока что откладывается. Министр экономики Зигмар Габриэль наложил вето на проект Министерства финансов о привлечении частных инвесторов к управлению автомагистралями. Министр экономики не прокомментировал свое решение. Впрочем, ранее СДПГ, которого возглавляет Зигмар Габриэль, выступила категорически против приватизации автобанов, а именно против участия частных инвесторов в этом проекте. Против этого выступал также министр транспорта Германии, член ХСС Александр Добринт. А вот инициатор приватизации автобанов, министр финансов, член ХДС Вольган Шойбле, активно защищает свой проект, согласно которому до 49,9% ценных бумаг этого предприятия смогут приобрести частные инвесторы. Но контрольный пакет акций компании должен остаться в руках государства. Напомню, Министерство финансов Германии предложило создать предприятие для обслуживания сети высокоскоростных магистралей. Это будет инфраструктурная компания, которая возьмет на себя обязанности по финансированию, строительству и обслуживанию немецких автобанов. Законопроект по приватизации уже готов. И 8 декабря его планировали внести на обсуждение правительства ФРГ. Теперь же после вета министра экономики главы ведомств должны прийти к соглашению, чтобы продолжить реализацию плана по приватизации автомагистралей или отказаться от него. День благодарения в США под угрозой срыва. Традиционный семейный праздник может пройти не так, как запланировали американцы. И все из-за мощнейшего снежного шторма. Снегопады начались из-за столкновения морозного воздуха из Канады и теплых влажных воздушных потоков с Великих озер. На дорогах восточного побережья массовое ДТП. В штате Нью-Йорк снег идет с интенсивностью 5 сантиметров в час. На фоне того, что осадки сопровождаются ветром с порывами более 48 километров в час, видимость на дороге крайне осложнена. Поэтому в кюветах вдоль дорог множество автомобилей. Авиасообщение приостановлено. Многие рейсы переносятся, некоторые отменяются. В то же время на Тихоокеанском побережье в начале недели ожидается шторм с тропическими ливнями. Дождь принесет похолодание. Циклон будет расширяться вдоль побережья от штата Вашингтон до Орегона и Северной Калифорнии. На возвышенностях возможен снег. Пожар на севере Перу угрожает очковым медведям, живущим в заповеднике дикой природы Лакипампа. Огонь вспыхнул недалеко от охраняемой территории и уже распространился на площади от 200 до 1000 гектаров, в том числе и в заповеднике. Причина возгорания пока неизвестна. Неясен пока и масштаб бедствия. Пожарным до сих пор не удается потушить пламя. Очковый или андский медведь – единственный представитель семейства медвежьих, обитающих в Южной Америке. Самый известный из них – Паддингтон, герой одноименной детской книги и фильма. Очковые медведи преимущественно встречаются в горных лесах западного склона Ант на территории от Венесуэлы до Перу. По данным Всемирного фонда дикой природы, всего в регионе около 6000 особей. Вид находится под угрозой исчезновения. Каждый год сотни зверей становятся добычей браконьеров. Зато богатый звезда футбола Криштиану Роналду в полуссоры с полузащитником команды «Атлетика Мадрид» Коке фактически признал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Коке в полуссоры назвал Роналду геем, на что легендарный нападающий мадридского реала ответил «Да, я гей, но зато я очень богат, а ты…» и далее обозвал Коке нехорошим словом. Разговор двух противников мгновенно стал достоянием общественности. Ранее Роналду уже подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Даже ходили слухи о его романе с кибоксером Бадром Харри. В 2015 году кикбоксер опубликовал на своей странице в Facebook весьма двусмысленные фотографии. На одной из них он держал на руках Роналду. Снимок был подписан «Молодожены». После скандала в прессе руководство «Реал Мадрид» и лично король Марокко запретили Роналду и Харри встречаться. Впрочем, уже через три дня после запрета Роналду его нарушил и улетел к другу. Болельщики Роналду реагируют по-разному. Для одних это сообщение стало потрясением, другие считают сексуальную ориентацию любимого футболиста маловажным фактом. То, что он гений, никак не отрицает его успехи в футболе. Это его личная жизнь. Главное, что он лучший футболист мира, пишут поклонники. Хотя все еще сохраняется интрига в этом вопросе, потому как свое заявление Криштиану Роналду сделал в полуссора, а позже никак его официально не подтвердил. Сенсацию из заявления футболиста фактически сделали российские СМИ и российский сегмент интернета. А вот европейская пресса пишет о Роналду как о жертве гомофобских нападок Коки, отмечает хит-трик португальского футболиста, который тот сделал в матче с Атлетико. Возможно, этот успех и стал причиной 42 игроков команд соперниц. Напомним, после чемпионата Европы 2016 Криштиану Роналду стал фаворитом рейтинга информационной программы «Новое время». ТОП-10. Главные футбольные женихи мира. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова